Всем привет из Франции! Мои самые наилучшие пожелания всем, кто меня сегодня смотрит. Ну, во-первых, хочу поздравить всех с наступающим Рождеством. У нас сегодня во Франции празднуют Сочельник. Это такой семейный ужин, но у нас в этом году никаких гостей не будет, поскольку все, кроме меня и мамы, у меня свалились с ковидом. И из-за того, что все больные, не было времени до последней минуты что-то купить. Так что сегодня с утра поехала, потрошку всего набрала. Сейчас покажу. В принципе, такого особенного ничего готовить не будем. Сделаю закусочный стол. Взяла упаковку карпаччо с маринадом из трюфелей. Затем взяла вот такие, видно вам или нет, это сморчки. Они здесь безумно дорогие и покупают их французы исключительно на праздники. Вот, 25 грамм. Затем купила картошечки, поскольку сделаю с соусом из сморчков. Затем купила литовские лисички. Их я буду использовать, готовить вместе с куриным филе и фаршировать вот такие вот. Вот, они уже готовые, как бы такие стаканчики. Валаваны они здесь называются. Ну, может быть и не только здесь, но буду делать вот так вот. Будет у меня как бы закуски. Взяла сыр моцареллу, маскарпоне. Может, Артур что-то приготовит дополнительно. Коктейльные помидорчики тоже выложу на тарелочки. И будет у нас на аперитив. Слоеное тесто. Тоже не знаю, у меня есть филе миньон. Возможно, запеку и филе миньон. Но не знаю, опять же, как будет у всех по самочувствию. Купила хвосты лангустов. Затем 2 килограмма вот таких вот больших креветок. Ну, то как лангустины считаются королевские креветки. Половинку отделю. Половинку на Новый год оставлю. И половинку приготовлю. Сегодня затем устрицы взяла нашего региона. Лучок, шалот. Это если буду запекать в духовке. Потому что я чаще всего делаю половину сырыми с лимончиком. И половину запекаю в духовке. Ну, своим фруктов взяла киви, мандарины, бананы, личи. Ну, вот эти вот штукенции для фарширования. Улиточки бургундские. И вино, и шампанское уже в холодильник поставила. Вино не буду ставить, потому что оно красное. Ну, и куриное филе. Вот, смотрите, самая маленькая цена сейчас у нас куриное филе 11,48. Это премьер-при. Это самое дешевое. Так, ну, вот, в принципе, и все. Картошечка, да, все показала. Ну, что, девочки, желаю всем хорошего дня. И буду приступать к распределению, что куда. Ну, это буду сейчас размораживать, разделять. Половину поубираю в холодильник. Устрицы тоже поставлю в холодильник. И буду начинать потихонечку готовить. Вчера, правда, уже тортик испекла. Чтобы сегодня не заморачиваться. Потому что сама тоже устала и чувствую себя не очень хорошо. И, наконец-то, девочки купила праздничные подставки под тарелки. Не знаю, камера передает или нет. Они так блестят красиво. И в тон к салфеткам, вернее, к подставкам, купила еще и салфеточки. Тоже, вон, смотрите, какие красивые. Ну, кто у нас домой пришел с прогулки? Тикунетка, да, моя сладенькая. Ой, погода у нас сегодня шикарная. Ветра нет, солнышко. Ну, с одной стороны, хорошо, что сегодня так тепло. А с другой стороны, значит, апрель будет холодный. Да, ты мой шарик, ты мой шарик. Вот так. И Тикунетка накреслится на стульчике, да. Посидит на солнышке. На солнышке погреться. Ой, ты моя хорошая. Иди, тебя там друг уже заждался. Лексик ищет, думает, где Тики. Привык, что Тики дома. А тут ищет ее повсюду. А Тикунетки нету. Тикунетка на улицу ходила. Что подружек и друзей своих проведывала, да. Моя сладкая. Пойдем, пойдем, Тикунечка. Ну, Миленкин мелок валяется. Пойдем, красавица. Пойдем, Тикуша. Пойдем домой. Пойдем. Не, не хочет, но тепло. Я вон в одной кофточке. И абсолютно не холодное небо. Такое синее-синее. Я уже приготовила любимый салат Пьера, Мулен Руш. И пока салатом занималась, у меня и круассанчики испеклись. Ну что, девочки, потихоньку, полегоньку выхожу на финишную прямую. Несмотря на то, что, как бы, ну, вроде бы ничего так и не готовила. Но когда ты все это делаешь сам, обычно же мне Артур помогает. А тут и Артур, и Милен, и Пьер у меня все следили с ковидом. И я сегодня на ногах с четырех утра Милен как начала кашлять. И, ну, все, я уже потом уснуть не смогла. Потом в магазин ездила. Потом немного поубирала. Стол, естественно, вымыла. Он стеклянный. Его, ну, мыть постоянно приходится. Ну, тут же красивые какие салфеточки. Вернее, подставочки. Чего их все время салфетками называю. И нужно, чтобы все, пусть, не надо, несмотря на то, что все больные, у меня дома как лазарет. Несмотря на все это, все равно хочется, чтобы было празднично. Поставила я уже мясо. Замариновала. И где-то, ну, наверное, через часик уже буду отправлять его в духовку. И только что закончила упаковку подарков. Села, решила, немножко передохну, да, расскажу вам новости. Что очень, комментариев пришло очень много. И от Пьера отдельное спасибо за то, что, ну, как бы он-то вообще в жизни моего канала не участвует. Но, тем не менее, всегда и приветы ему передаете. И тут столько было комментариев, народных методов. Девочки, лечимся тем, что привезли из Украины. Были мы в госпитале, все-таки я его отвезла туда. И, наверное, лучше бы я не возила, потому что весь оставшийся день и до середины следующего он со мной не разговаривал. Приехали мы в скорую, отсидели три часа на приеме. Ну, меня что, он же не ребенок, с ним не пускают. На приеме он был, ну, от силы десять минут. Вышел злой. Я говорю, ну, что, что, как сказали, что, ну, обычно, как они там, ну, принимают. Потом, там, если там рентген или там еще что-то, МРТ, то ты ждешь внутри. И он вышел, я говорю, и что сказали? Он, что, вот, зачем я тебя послушал, зачем я поехал? Полдня потеряли, лучше бы я, короче говоря, полежал. И, как всегда, пришел студент-интерн, спросил, по какой причине вы сюда приехали. Он ему объяснил, что врач сказала, что если вы хотите сделать рентген быстрее, что, ну, тяжело дышать, и такое дыхание вот у него, ну, как вот, ну, не со свистом, а вот, ну, тяжелое. Он послушал, сказал, ну, так, а что вы хотели, у вас, типа, бронхит, ковид и бронхит. Вам выписали сироп, выписали, пейте. Далепран, у вас есть рецепт на далепран? Есть, вот, принимайте. А, первое, говорит, так, а рентген, может, надо сделать? Он говорит, я не вижу смысла делать рентген сейчас. Вы взяли рандеву, вы записаны. Ну, после, до 2-го числа у них в лаборатории, а как, ну, там, где рентген делают, УЗИ делают. У них каникулы рождественские, сейчас же праздники. И, говорит, пойдете, потом проверитесь. Ни анализ крови, ни повторный тест, даже сатуацию не проверили. Вот такой вот визит к врачу. У мамы тоже, ну, слава богу, как бы, фу-фу-фу-фу. Я уже, знаете, девочки, по дереву постучу. Стараюсь, захожу все равно к маме в маске, переодеваю другую одежду, чтобы, дай бог, никакая микроба, ни бактерия не попала. Но у мамы правый глаз покраснел. И левый так более-менее, а правый красный. Вот второй из которого швы недавно с ним, ну, как недавно. В начале ноября, тоже не совсем недавно, полтора месяца уже прошло. И медсестра говорит, надо ехать тоже в Уржанск, в скорую визите, потому что сейчас все на вакансах, ну, на новогодних вот этих рождественских каникулах. Я думаю, сначала я позвоню туда. Не чешутся глаза никакой. Ну, не печет, не жжет, видит так же. Единственное, ну, что, как бы, вот вокруг покраснело. И я же позвонила туда, говорю, так и так, вот что нам делать? Они говорят, вы ему, типа, ну, не сказали, что в своем уме. Они говорят, если каждый будет, у кого покраснели глаза, ехать, как бы, если бы это было, там, второй-третий день после операции, тогда да. Да, но если так, ждите, когда закончится. Тут, как бы, до второго не так много осталось, и тогда поедете к своему врачу. Так что с мамой вот это такое дело. Ну, а я, почему я думаю, что я до сих пор с ними не в одной упряжке? По одной простой причине, что, видать, тест, который мне делали в Украине, что вот тогда, когда у меня и губы обнесло, и температура была, что действительно я ковидом еще в Украине переболела, и как бы иммунитет остался. И поэтому я сейчас ни от кого из них не заражаюсь. Ну, дай бог, чтобы это было так. Потому что, если еще и я рухну, тогда у моего семейства будет полный капец. Котов даже некому будет покормить. Так что, девочки, вот такие вот у нас дела. Этот праздник без гостей, без родственников, без никого. Будем, как тогда при пандемии, через WhatsApp отмечать. Все вместе, но что делать? Три человека, все-таки, это даже не один. Да, даже если один, он, видите, всех заразил. Артур с 20-го уже на больничном с этим ковидом. Миленка в пятницу со школы, я ее привела. Все, ребенок тоже кашель. Тоже все на свете. Все одно и то же. Лечитесь, да, липраном. Ну, он, может, если мне там кто не верит, что у нас вот это, что там. Ну, частенько пишут. А ты там в селе живешь? Конечно, там у вас никого немае. Никого немае вот из Голландии написали, из Польши написали, еще кто-ли из Испании. Не помню. Ну, очень много вот кто в Европе живет. Здесь у всех один ответ. И почему сейчас вот так вот к больным ковидом относятся? Потому что врачи в период пандемии, они привыкли получать бешеные деньги за каждого ковидного пациента. А сейчас им же никто ничего не платит. Я помню, раньше я заболела, и меня поставили там на галочку, так скажем. Хотя тест не показал ничего, что просто у меня через два дня, ну, горло першило. Да даже все всего боялись. Только першит горло, только у тебя там закладывает нос, ты уже там весь как этот самый, бежишь к врачу. И меня поставили на галочку, что я тоже была типа как под подозрением, что возможно у нее ковид, чтобы врач получил лишнюю денежку. А сейчас им никто ничего не платит, им пофигу. Жры дали пран и пей сироп. Вот такие дела, девочки. Так, ладно. Пойду я сейчас приводить себя в порядок. Сейчас маску сделаю, на волосы маску сделаю, на лицо маску сделаю. Не успела я ногти поснимать. Ну, сама дома буду снимать. Как гель-лак, который я в сумах делала. Ой, так красиво, так не хочется. Но уже половина ногтя без маникюра смотрится, конечно, ужасно. Но ничего. Сегодня все равно никого не будет. Я даже переодеваться не буду. И платье подготовила, все подготовила. Но подождем лучших времен. Даст Бог на Новый год. Все будут здоровы, нарядимся. Но все равно сейчас сделаю все уходовые процедуры. Как говорится, войной, а обед по расписанию. Так и я. Больные, не больные. А на праздник нужно выглядеть хорошо. Даже если я там что-то простенькое надену. Но хочу сделать еще причесочку легенький, какой-то макияжик. И вуаля, девочки. Так что желаю всем здоровья. Здоровья. Вот такой у нас первый раз такое Рождество, что все больные. Но ничего, зато настроение у всех такое праздничное. У меня там сзади поконки лежат. Я вот в своем вот это. Но это как бы не только мой кабинет. Это и первое рабочее место. У нас здесь компьютеры стоят. И все. И как бы я когда стараюсь никому не мешать, то я сюда прихожу, закрываюсь и снимаю. Так что вот так вот, девочки. Все, мои хорошие, пойду я масочки поделаю. Мне там еще надо будет доготовить мяско. Ну, а уже устрицы, кто из мужчин пооткрывает. Че Артур, че Пьер поднимут. Ну, а их же вообще надо перед подачей на стол. Ладно, девчонки, пошла я. Болтать, конечно, хорошо. А маски за меня никто не сделает. Не, ну вы только посмотрите на вот эту красавицу. Вышла забрать ее, чтобы покормить, позвать вернее. Она же сидела вот там вот на стуле. Она на цветы улеглась. Тикунето, совесть у тебя есть. Давай потихоньку выходи. Тут они же понимают, что нельзя, понимают, что я ругаюсь. Не, ну молодец. Я тут их выращиваю уже два месяца. Все листики пообламывала. Фух. Тикунето. Где твоя совесть? Ну, что ты наделала, а? Глупындель ты маленький. Пошли. Пойдем. Хулиганка. Сейчас буду подготавливать мясо. Решила сделать по своему проверенному рецепту филиминьон. Вот оно уже замариновалось у меня. Копченый. Это хамон. Потом моцарелла. Вот такая вот нужна, как для пиццы. Но рецепт у меня есть на канале. Если кому интересно, обалденно вкусно получается. И в этот раз добавлю обычные грибочки, шампиньончики. Будет что-то вроде бы и то же самое, но не то самое. Так, ладно. Сковородка у меня уже готова. Сейчас обжариваю мясо. И буду отправлять потом все это в духовку. Ну, так вот видите. Буквально пару минут с каждой стороны. Это для того, чтобы сок внутри как бы запечатать. И укладываю сверху на вот эту вот шубку. Затем заверну все вот так вот бекончиком. Ой, не получается одной рукой. И потом тесто и в духовочку на 40 минут. Ну что, девчоночки. Буду я с вами на сегодня прощаться. Потому что понимаю, что многие тоже сегодня готовят. Времени, возможно, тоже нет. Поэтому еще раз поздравляю всех с наступающим Рождеством. Желаю всего самого-самого доброго. Конечно же, мира на всей земле. Здоровья. И чтобы все из нас были и здоровы, и счастливы, и любимы. Целую, обнимаю и увидимся. Продолжение следует...